Всем привет! Как вы думаете, можно ли в долгосрочной перспективе заработать на трейдинге, если всё время входить в рынок абсолютно случайным образом? В завершающем данный курс уроки вы узнаете, почему поиск грамотных точек входа в рынок не является настолько важным процессом, как о нём думает подавляющее число людей, приходящих в трейдинг. Ван Тарп в книге Супертрейдер пишет об одном интересном случае. Во время одного из семинаров по торговому систему, который Тарп проводил совместно с Томом Бассо, один из участников сказал, полагаю вы можете заработать даже на случайных входах. Том раньше об этом не задумывался, но вернувшись в тот день домой, проверил работоспособность своей системы при условии случайных входов в сделки. И действительно это оказалось прибыльным. После чего автор книги решил провести подобный эксперимент и создал модель системы, которая торгует 10 товарами по 10-летним периодам. В общем, Ван Тарп использовал диверсификацию и скользящие стопы, которые давали прибыли расти в случае удачного входа по тренду и быстро пресекали убытки при менее удачном входе в рынок. При этом точки входа определялись случайным образом, и такая система тоже продемонстрировала прибыль на длинной дистанции. Практикуя случайный вход, вы отказываетесь от всех преимуществ, которые присутствуют при обоснованных точках входа. Чтобы заработать деньги, остается единственный путь – случайно поймать сильный тренд и гарантировать себе не слишком большие потери. В прошлых уроках мы разбирали, как правильно входить в рынок. Говорили о риск-менеджменте – в каждой сделке должна быть точка, ограничивающая ваши убытки. Эта точка не должна быть слишком близко к точке входа в рынок, ведь она должна учитывать шумовые движения цены. В принципе, я не раз повторял вторую часть золотого правила трейдинга – позволяйте доходам расти. И точки выхода мы тоже обсуждали. Например, при заходе в рынок по тренду, вы можете сидеть в сделке, пока тренд не изменится на противоположный. При входе в рынок на пересечение скользящих средних, можно очень долго получать прибыль, пока линии снова не пересекутся. Правильной будет и такая сделка – открыть шортовую позицию на нисходящей линии тренда, выйти из сделки при окончании волны. Если на то указывать технический анализ. Не обязательно сидеть в сделке до окончания тренда. Главное – получить прибыль, превышающую ту сумму, которую вы рискуете, и делать это на постоянной основе. Повторюсь, многие трейдеры предпочитают рисковать ради прибыли, превышающей риск в 2 и более раз. Некоторые рассматривают только сделки с соотношением прибыли-риска не менее чем 3 к 1. Проблема многих начинающих трейдеров в том, что они много усилий тратят на поиск точки входа в рынок и практически не задумываются о том, где выйти из сделки. Надеюсь, каждый, кто посмотрит данное видео, в дальнейшем при открытии сделок будет хорошо представлять, где или по какому правилу он закроет позицию в случае неудачи или в случае успеха. Ведь правильная точка выхода из сделки составляет более 50% успеха. Не верите? Тогда давайте посмотрим алгоритм, предполагающий случайные входы в рынок. В данный скрипт можете не вникать. И языку программирования PineScript, с помощью которого можно писать индикаторы и стратегии, я буду учить в следующем курсе. Сейчас же я просто объясню смысл данного кода. Чтобы стратегия осуществляла случайные входы в рынок, взял значение объёма при каждой свече и нашёл остатки отделения объёмов на случайное число, которое по дефолту установил равным 6. То, что остаётся при целочисленном делении, называется остатком отделения или целочисленным остатком. Например, остаток отделения 5 на 3 – это 2. Такие остатки при каждой свече формируют своеобразный рандомный индикатор, который не несёт никакого смысла. Пунктирная линия – это графическое отображение константы, которое рассчитывается вот здесь и вместе с индикатором выводится на график. Алгоритм реализует рандомный вход в рынок следующим образом. Если свеча закрылась со значением индикатора ниже пунктирной линии, то на следующей свече открывается длинная позиция. Обратите внимание, что у входа действительно происходит где угодно. Вот, например, вход на историческом максимуме цены за биткоин. Стратегия входит по дрэнду, против дрэнда и в боковиках. Открытая сделка может быть закрыта несколькими способами. По дефолту выставил тейк профит на плюс 15%, а стоп на минус 5. Начальный депозит равен 1000 долларов. Открывать длинные позиции алгоритм будет всегда на 500 долларов. Пришло время посмотреть кривые капиталы. При торговле по данной стратегии с конца 2017 года на бирже Binance вы бы заработали 1000 долларов или 100% чистой прибыли. Обратите также внимание, что процент прибыльных сделок у стратегии равен 38%. Это даже не 50 на 50, но стратегия зарабатывает. Должно быть понятно почему. Стоит отметить, что я немного смухлевал, сделав рандомное число в равном 6. Если покрутить данный параметр, можно найти результаты гораздо хуже. Что же касается более долгосрочной торговли, например на бирже Coinbase с конца 2014 года, то тут уже сложнее спрятать прибыльность стратегии. Торгуя с конца 2011 года на бирже Bitstamp можно было заработать ещё больше. От 2000 до 4000 долларов. То есть на длинной дистанции очевидно, что такая стратегия, предполагающая случайные входы в рынок, приносит прибыль. Это плохая стратегия, но она приносит прибыль. Как видите, на трейдинге можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, заходя в рынок вообще в любом месте. К сожалению, новички часто концентрируют всё своё внимание именно на точках входа. Да, есть технический анализ, который говорит, например, что нельзя заходить против тренда. То есть вот эти точки входа можно считать хорошими, а вот эти возле линии нисходящего тренда плохими. Поэтому давайте добавим в алгоритм фильтр, который будет запрещать открывать сделки под нисходящими линиями тренда. Например, я не хочу, чтобы длинные позиции открывались в подобных ситуациях. Для удобства завёл отдельный скрипт. Нисходящую линию тренда представил как двойное экспоненциальное скользящее среднее верхней границы канала Дончана. Получилось достаточно похоже. Близость цены закрытия к линии тренда выразим в процентах. Таким образом, при подходе цены к нисходящей линии тренда разница в процентах будет незначительная. А если цена уйдёт выше этой линии, то разница в процентах будет отрицательной, что будет означать восходящий тренд. Алгоритм будет открывать сделку при отрицательной разнице в процентах. Либо если она будет больше некоторой фильтрующей границы, например 60, что будет означать открытие длинной позиции приблизительно на окончании волны нисходящего тренда. Как можете заметить, плохие сделки под линиями нисходящего тренда практически исчезли. Остались хорошие точки входа по тренду и при окончании волн нисходящего тренда. конечно не все плохие сделки получилось отфильтровать но это и не важно посмотрим на результаты с грамотными точками входа на бирже binance вы бы заработали на 50 процентов больше то есть в данном случае правильные точки выхода оказались важнее точек входа подумайте об этом когда будете планировать следующую сделку на этом мы закончим данный выпуск всем удачных сделок и увидимся в заключении данного курса и